Сбросили маски и сделали это зря. Когда заболеваемость пошла на спад, многие поспешили избавиться от них. Теперь количество заболевших выросло, ограничительные меры ужесточили. А затем, чтобы в общественных местах все соблюдали требования безопасности, стали вновь следить пристальнее. Все как бы нормальные, адекватные. Ничего сложного уже нет. Я на работе всегда в ней сижу, я в больнице работаю. Ну я и раньше вот это всегда, вот как на автобусе ехать, я постоянно маску одеваю. Потому что я человек старенький, у меня сопутствующих болезней дополна. Если я подхвачу вирус, то мне конец. Поэтому спасет, надеюсь, на Бога и на маску. Однако находятся и те, кто пренебрегает как своей безопасностью, так и здоровьем окружающих. Правда, в таком случае они останутся без покупок. Ведь маска сейчас обязательное условие для обслуживания. Представляем надевать маску. Есть те, кто против категорически правильных? Ну кто против, они разворачивают сухой. Ну то есть есть что-то такие? Ну бывает. Но отказ в продаже не единственная неприятность, которая ждет тех, кто категорически против масок. Сначала о необходимости их ношения таких людей предупреждают устно. Если это не помогает, то в ход идут административные меры воздействия. В торговом центре разрешено находиться без маски. Буквально неделю назад в день составлялось 30 протоколов за аналогичные правонарушения. То вот даже по выходным посмотрим. В субботу составлено в городе Пенде 108 протоколов. И уже вчера составлено около 150 протоколов. Каждому нарушителю теперь предстоит заплатить штраф. Его размер составляет от 1 до 30 тысяч рублей.